Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости канала. Предлагаю вашему вниманию статью под названием «Как овладеть ударным искусством». Статья написана в среду 1 июля 2020 года, и так начинаю. И снова приходится поднимать тему, которая не должна подниматься в принципе. Почему в принципе? Да потому что ударное искусство – это главное искусство в футболе, и им тренеры должны заниматься в первую очередь. Почему главное? Некоторые спецы, и это нормально, считают главным сегментом футбольной техники передачи и прием мяча. Логично. Но сколько бы мы не принимали и не передавали мяч, результат будет только после удара по воротам. Вот почему при равной важности приема, передачи и удара определяющим, я считаю, ударное искусство. О классическом ударе я ничего говорить не буду, так как посвятил этому главному виду ударного искусства отдельный ролик и статью. Так что остановимся только на двух видах ударов, которые вместе с классическим ударом являются фундаментом всего ударного искусства. Начнем с удара внутренней частью стопы. Смотрите рисунок. Красный кружок – это футболист А. Левоногий, подчеркиваю, который осуществил обводящий удар внутренней частью стопы по воротам соперника. Почему левоногий? Потому что этот рисунок предназначен для объяснения удара шведой с правого фланга правоногого футболиста. Но для того, чтобы не сидеть в эту жару перед компами и не рисовать в фотошопе очередной рисунок, решил воспользоваться тем, который предназначен для другого вида удара. Эффективность удара определяется величиной сиреневого отрезка, отделяющего вратаря от траектории полета мяча после обводящего удара. Чем лучше техника такого удара, тем больше будет величина сиреневого отрезка. Футболисты, которые профессионально займутся овладением техники такого удара, могут выйти на уровень, когда вратарь даже при его желании не сможет дотянуться до мяча, который обойдет опасную зону в непосредственной близости от вратаря и спокойно приземлиться у дальней стойки ворот в сетке, разумеется. Существует три вида такого удара. Три ребята, три, а не один, как думают многие, насмотревшись штрафные Бекхэма и Рональда. Рассмотрим каждый из них. Первый вид обводящего удара внутренней частью стопы, буду писать его сокращенно двумя буквами О и У. Это горизонтальный ОУ, горизонтальный обводящий удар. Его назначение следующее. Удар предназначен для обхода в воздухе как отдельно взятого игрока, так и установленной стенки сбоку, а не сверху. Сбоку, я подчеркиваю. Мяч может обойти стенку или игрока в районе бедра. Когда обычно применяют подобный удар, или точнее должны применять. Именно тогда, когда вратарь слишком самонадеянно смещается к ближней стойке, рассчитывая на то, что дальняя стойка надежно защищена стенкой. Придется все же, как я этого не хотел, нарисовать рисунок. Смотрите его. Обратите внимание на красную пунктирную стрелку. Она очень тонкая, но она видна. Это направление полета мяча в первые несколько десятых секунды. Как вы думаете, видя подобное направление полета мяча, вратарь будет реагировать на удар? Ответ вы знаете не хуже меня. 100% не будет. Как часто мы видим в игре, когда великолепно исполненный обводящий удар приводил к закаменелости вратаря, который лишь взглядом провожал полет мяча до его соприкосновения с сеткой ворот. Видели такое? Не сомневаюсь. На рисунке дуга обводящего удара показана неправдиво круто. Так уж получилось. Я небольшой мастер фотошопа. Но смысл передан точно. Итак, синий отрезок. Это выставленная вратарем стенка, которая с лихвой перекрывает прямую линию удара в дальний угол. Как вы видите, в этой ситуации вратарь неоправданно сильно сместился к ближней стойке ворот. Пробивающий штрафной красный игрок понял, что гарантия забитого мяча в этом случае это горизонтально обводящий удар. Нет смысла перебрасывать стенку по высоте, если можно ее обойти со стороны. Тем более, что это будет неожиданно. А если добавить, что в первое мгновение мяч летит далеко от ворот, то шансы на поражение их серьезно увеличиваются. Чему нужно учиться при овладении горизонтально обводящего удара? Это созданию жирного красного отрезка максимальной величины. Посмотрите еще раз на рисунок. Чем больше жирный красный отрезок, тем меньше шансов у защищающейся стороны сохранить неприкосновенными свои ворота. Поехали дальше. Следующий вид обводящего удара это вертикально обводящий удар. Этот удар в чистом виде вы не увидите. Хотя иногда, хоть и редко, но какое-то приближение к этому виду удара футболисты демонстрируют. Этот удар предназначен прежде всего для обводки стенки мячом по вертикали. То есть не сбоку, а сверху. В чистом виде такой удар никому не нужен. Поэтому о таком виде удара можно говорить больше из теоретических соображений, нежели из практических. А вот третий вид обводящего удара это самый распространенный удар в современном футболе, когда исполняется штрафной удар. Такой удар это микс горизонтально и вертикально обводящего удара. И это еще не все. У такого удара есть нотки классического удара. То есть, когда воздействие идет не только на край мяча, но и на его центр. В этом ударе есть крутящий момент и ударный момент. Крутящий момент это пробивание по мячу ближе к его краю с малозаметным касательным движением пробивающей ноги. Вертикально обводящая траектория достигается за счет того, что бьющая нога касается мяча чуть ниже его центра. А ударная составляющая достигается за счет того, что бьющая нога использует в качестве ударной части стопы внутреннюю часть чуть ближе к подъему и чуть дальше от центра стопы к пальцам. Посмотрите удары крестьяну во всей их красе и увидите, как он тянет ногу после удара, положение стопы и прочее. Хорош ли такой удар? Да, хорош. Но он прямолинеен и очень часто не достигает цели. Удары, где акцент делается не на силу, а на кратизну обводящей траектории, намного опаснее, так как приводят вратаря в состояние ступора. Постановка удара шведой. Для чего нужна шведа? Нужна ли передача шведой? Эти три статьи и три ролика, где я подробнейшим образом останавливаюсь на ударе шведой. Стоит ли еще раз делать это? Не думаю. Невостребованность удара шведой в современном футболе – это его вечный позор. Удар шведой – это не понт, который можно обнаружить в ударе скорпион, да и в последнем иногда больше эффективности, нежели в любом другом элементе в данной игровой ситуации. Удар шведой – это весомый, недостающий пазл в технической подготовке флангового футболиста. Почему этим пазлом пренебрегают, оставляя флангового игрока техническим инвалидом? Не знаю. Вопрос не ко мне. Ребята, играющие на фланге и не умеющие бить и отдавать паз шведой, не обижайтесь на меня, это не ваша вина. Это вина ваших тренеров, которые пренебрегают этим очень важным и очень эффективным инструментом. Ну посмотрите хотя бы, что там далеко ходить, посмотрите на удары Куарежмы. Посмотрите, вам все станет ясно. И в завершении хочу поделиться с вами главным законом определения той части рамки, куда нужно направлять мяч в процессе удара. При классическом ударе с расстояния средней и большой дальности главное попасть в рамку, о чем я уже говорил многократно. Большего не требую, понимая, что лучше заполучить минимум, нежели летать в облаках на счет максимума. О точности таких ударов говорить не приходится, да и не будем. Что же касается обводящих ударов с игры или со штрафных, то всегда пробивайте в тот угол, в котором нет вратаря. То есть если вратарь находится не по центру ворот, а ближе к одной из стоек, то посылайте мяч так, чтобы он уходил в первой фазе полета на полметра за рамку со стороны другой стойки, но закручивался так, чтобы в притирку зайти в сетку у той стойки, которая далека от вратаря. При таких решениях вы всегда можете рассчитывать на оцепенение вратаря, решившего, что мяч уходит за ворота. Не всегда так получается, но шансы очень большие. Если вы видите, что ваши партнеры близко к воротам соперника, а вы с мячом находитесь ближе к центру, постарайтесь нанести удар как можно сильнее. В этом случае рывки партнеров на добивание могут оказаться роковыми для соперника. И самое-самое последнее. Никогда не забывайте о смертельном оружии для вратарей соперника. Противоходе. Когда вы двигаетесь энергично с левого фланга на правый, вдоль линии штрафной площадки, старайтесь поймать вратаря на противоходе и заколотить мяч в правый от вратаря угол. И наоборот, когда двигаетесь с правого фланга на левый, вдоль этой же линии, то укладывайте мяч в левый от вратаря угол. Месси настолько эффективно пользуется этим приемом, что иногда посылает мяч не в притирку со стойкой ворот, а в полутора метрах от нее. И все равно мяч залетает в ворота, так как вратарь уже двигался в сторону правой от вратаря стойки, ему только и оставалось, чтобы вытянуть шпагате свою опорную левую ногу, что как правило помогает так, как мертвому помогают при парке. Об ударах, о передачах, о приеме и обо всем остальном я могу говорить до бесконечности, поэтому закругляюсь. И если у вас, ребята, будут вопросы по поводу ударов и необходимости владения ударной техникой, пишите, задавайте вопросы. Пообщаемся. Пока. Если ролик вам понравился, ставьте лайки. Буду признателен, если поддержите канал финансово. Номер карточки есть под каждым видео. Подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересного, неожиданного и эксклюзивного.